Всем огромный привет! Меня зовут Карина, вы на моем канале Алиса Блэк и сегодня я хочу показать вам свой парфюмерный шкаф. Наводила порядок сегодня. Пришлось освободить нижнюю полочку, которая единственная в этом шкафу была отведена не для ароматов. Тут хранились всякие палантины, шарфы, но пришлось ей пожертвовать, хоть и не очень удобно, что это самая нижняя полка, которая практически на полу. Видео будет не супер информативным, потому что описывать каждый аромат я не буду. У меня есть обзоры на каждый из ароматов, вы можете вбить название на моем канале, именно нужно вбивать в поиск на канале, а не на ютубе в целом. И так как я прописываю все названия обязательно под видео, ютуб сразу выдаст вам перечень тех обзоров, где фигурировал тот или иной аромат. Также в своем инстаграм я делаю небольшие нарезки из этих видео про каждый аромат, чтобы тоже людям было легче ориентироваться. Ну а если вы новичок, наверное, это видео будет полезно только в том плане, что вы сможете определить, насколько у нас с вами схожи вкусы или совершенно не схожи. Кстати, напишите, есть у нас похожие, общие, любимые ароматы, либо же нет. Подобное видео я снимала позапрошлым летом, то есть уже прошло больше года и я думаю, что оно будет вполне актуально. И, наверное, я буду еще показывать вам те ароматы, которые, в принципе, могут вполне покинуть мою парфюмерную коллекцию, хотя я не люблю называть свой шкаф коллекцией, это больше парфюмерный гардероб, наверное. Да, буду показывать таких больше аутсайдеров, а все остальное это, знаете, просто сразу мною горячо, любимое, обожаемое и то, что у меня должно всегда обязательно быть. Очень удобно хранить мне ароматы именно без коробок. Я делаю такие, получается, пьедестальчики из пустых коробок и таким образом они лесенкой стоят. Очень удобно, всех хорошо видно, не нужно там где-то рыскать. Конечно, есть где-то там вдалеке запрятанные ароматы, не очень будет удобно снимать, но, тем не менее, это хранение для меня самое оптимальное на данный момент. И вот если говорить об этой полочке, здесь практически все ароматы мною очень горячо любимые. Самые любимые вот к самарате стоят, лира, италика и цветок оливы, увертюра, наксос вернула к зиме, ближе очень любимый аромат, но вот это у нас наема смородиновая. Смородина с ромом. Ламар у Торренту, любимая золотая роза Айрин, черная орхидея, пурпурный остров Домроса, тестер без крышки. И здесь Атер Коллекшн, еще к весне обязательно докуплю и Хаяти и Али Райхан, но это такая попса для меня. В принципе, Али Райхан, Хаяти и Кристальная Любовь это ароматы, которые могут вполне у меня быть в отливантах, ну в том плане, что мне бы отливанта хватило самой. А вот эти вот Шеба, Халтат Найт, Персидское золото, это самые любимые, обязательно должны быть у меня во флаконе. И сейчас поближе покажу вам мой промах из Атер Коллекшн, который я купила абсолютно опрометчиво. Это клон Бакары, а мне это совершенно было не нужно, потому что в принципе я люблю оригинальную Бакару и хочу, чтобы именно она была в моей коллекции. Но сейчас, пока она очень у нас популярна в городе, я решила ее не обновлять, подожду, когда вот этот ажиотаж на Бакару сойдет. Также с этой полочки аромат, который я не буду повторять, это Королевская роза Джуси Кутюр из их восточной линейки, где были три аромата. Но самый вот любимый, он у меня остается, это такое копченое малиновое варенье, густо заваренное. Очень хорошо он звучит зимой, я буду его зимой носить и в такую дождливую холодную осень тоже выгуливала. Ну и Роберт Пеге, Мадемуазель Пеге, аромат очень красивый в раскрытии, такой миндально-кремово, чуть-чуть пудровый, очень плотный, но старт у него такой ядреный, очень яркий цветочный старт, который не каждый вынесет. Лука Три Семерки, моя любимая ночь в Дохе, совсем недавно рассказывала, у меня два флакончика, ганимет, тоже вот недавно получила его, и вот здесь Сен-Лоран Либре Интенс, тоже мне нравится зимой его носить. Из Булгари сейчас, у меня, кстати, все были эти Булгари практически, сейчас у меня осталось только Тубероза и, как ее, Почули, да, Почули Тубероза, тоже по настроению ношу, не скажу, что они самые мои любимые, но я бы сказала, по 10-бальной шкале я бы поставила Семерку. Мухалат, Пинк Экстези, Шоколад, Ваниль Экстези, Старий Найт, Дарк Пепл, Чистое Золото, Пудровая Орхидея, Дикие Груши и Солнце Копре у меня в Малышках. Очень много горячо любимая Магнолия Нобель, Ламар, после Ламар захотелось познакомиться еще с двумя ароматами, я там все присматриваюсь, приглядываюсь, но пока заказала два аромата от Иницио, тоже очень много хорошего, слышу о Марке. Вторая полочка, здесь тоже практически все самые-самые, мною горячо любимые ароматы, но промахи тоже есть, сейчас покажу, но начну с любимчиков. Два любимых кубика, Рцесса Родригес Руж и черный, из кирпичиков самый любимый Флёр Маск. Еще нравится Флёр Маск флоральный, но пока я его не стала обновлять, он больше такой для меня чисто весна. Из молекул, вы знаете, не особо любитель молекул, кто меня смотрит, единственная любимая молекула, это вот Красная Игры Разума. И, кстати, хотела поделиться впечатлениями, недавно по тоже совету зрителей затестила новые молекулы, где плюс ирис и плюс апельсин. Вот эти два затестила, и ирис на меня совершенно не сел, просто какая-то кака получилась на коже, в общем, неприятный ни в начале, ни в середине, ни в раскрытии, хотя, я хочу сказать, он раскрывается, то есть он меняется. А что касается вот этого цитрусового, очень сильно похож на вот эту красную молекулу, но с большой дозой цитрусовых. Это было для меня очень неожиданно, вот как будто упростили чуть-чуть пирамидку вот этой Игры Разума и добавили много-много апельсинчиков, мандаринчиков. Как вы видите, здесь мною очень горячо любимые бренды Амор Ут, очень хочу еще какой-нибудь из белых флакончиков, там есть очень интересный по пирамиде, и из того, что я пробовала, я пробовала только Вэтстон, мне он безумно тоже понравился. Из того, что у меня есть сейчас, обожаю каждый аромат, полуночная роза, дикий мед, Агарвуд Нуар и шелковый путь, самые мною горячо любимые. Здесь среди BDK парфюм есть промах, это песчаная ночь, слишком тяжелый в носке для меня аромат, абсолютно нишевый, сложный, мне его прям надо разнашивать. Это, конечно, была моя такая промечивая, слепая покупка, но очень красиво уж о нем рассказывали на сайте, невозможно было удержаться. Самые любимые от бренда это кремовая кожа и серая плоть, серебряная соль тоже очень нравится, но она для меня на ступеньку ниже. Еще недавно я попробовала, купила официальный пробник Вельвет Тонка, потрясающе красивый миндальный аромат, миндаль с вишней. Вот слышу какие-то отголоски Rouge Smoking, Rouge Smoking у меня тоже как бы на ступеньку ниже стоит, вообще самые три любимых, здесь не хватает табачной розы, потрясающий шоколадный ладан со сливой. Обязательно его обновлю к зиме, потому что он для меня чисто зимний, потрясающе он звучит, ребята, в мороз. Вы можете заметить, что я очень люблю ботиковые линейки, и Lancome, и Труссарди мне очень зашли. Вот, кстати, из Труссарди вот этот коричневый, вот он коричневый, его я себе буду оставлять в отливанте, в принципе, мне этого хватит. А вот эти два самые любимые, это Эммануэли и Спига, который яблочный, и Кофе с карамелью, это, конечно, прям обязательно должно у меня быть. Из Lancome я себе оставила ворота, ну потому что это, я считаю, шедевром, ворота может быть, ароматы, которые перевыпустили в 2021 году. И роза Берберанса, очень красивая малиновая роза с фисташками, тоже потрясающе красивый аромат. Вообще советую обращать ваше внимание даже больше не на нишу, особенно если вы новичок, а именно на ботиковые линейки, они безумно красивые. Из Carven тоже все уши вам прожужжало, но вот самые любимые, это Bangalore, Mascat и Santorini, хотя, в принципе, все их можно купить в коллекцию, они все превосходные. Только вот Manila, да, повторюсь, не мой, этот прям шипр такой, на мне пахнет мылом. Герлен шоколадный, а это у меня арабский мед Шапарта, потому что не буду, наверное, его сейчас вам доставать, показывать. Из Замуажиков тоже самое-самое любимое. Покровые скалы, Apex and Shen, Lilac Love, Journey и Blossom Love. Меня когда спрашивают, а какой ты бы выбрала, этот или этот, я не могу ответить на этот вопрос, потому что они все у меня на разное время года, на разное настроение, они абсолютно разные. У меня нет ароматов, которые, знаете, вот взаимозаменяемые. Когда у меня появляются какие-то взаимозаменяемые ароматы, я стараюсь выбрать лучший из лучших, а с другим попрощаться. Вот как я вам рассказывала, Agarwood для меня очень сильно перекликается с увертюрой со спира. И в итоге в конце зимы я буду между ними выбирать и оставлю. То есть я не люблю накапливать очень похожие друг на друга ароматы. То же самое, да, вот здесь мои любимые Жакфат, это красные туфельки и Фаривольность, и два любимых Серж Лютанса, это Лесная Дева и Черный Дурман. Мое недавнее открытие Аромат Шедевр Порто Винтаж от Эйфель и Теор Ле Парфюм, тоже очень люблю. В общем, здесь у меня такая полочка, в основном только фаворитов. Единственное, что буду с чем прощаться, это вот этот вот черненький Нарцисса Родригес, но я вам об этом уже тоже говорила, что буду с ним прощаться, мне не хватает стойкости в этом парфюме. И также буду прощаться с остатком во флаконе вот этого вот коричневого трусара, где оставлю себе от Ливантик там 10 миликов, мне хватит, может даже и 5. Ну, все остальное, здесь у меня старички Линстан в туалетной воде, рассказывала, что случайно купила, ну, в принципе, мне он понравился, старичок. А здесь у меня Линстан Мансик, старичок тоже находила и вот оставила себе остаток, у меня есть еще вот тридцатки остаток. Полочка прозрачных и белых флаконов, здесь тоже очень много моих любимчиков, но в то же самое время есть и много ароматов, которым я подала 7-8 баллов по 10-ти бальной шкале моей любви к ароматам, можно так выразиться. То есть, если вот говорить о самых-самых любимых, это однозначно Аква Селестия, это однозначно Коста Рика, Будда Вуд, это, да, мои такие находочки тоже были этого года, 2021-го. Жур Апселю, прекраснейший аромат, розы ничьи на земле, тоже очень довольна. И очень классный аромат, который закрыл хотелку, вот опять же, о чем я говорила, вот Байбоза, да, вот этот вот. Он очень похож на Лё Клоэ Лё, точно такая же молодая, кисленькая розочка с личи, свежая, без сладости, личи потрясающе сочная. Поэтому я придумала покупать Клоэ Лё, когда у меня появился вот этот вот Байбоза. Вот это вот у меня версия Танжерин, с ней я буду прощаться, аромат белых роз, влажных, очень такой приятный, с зеленцой, немножко зеленца здесь дает терпкость. Ну, не знаю, просто вот ему бы я поставила, наверное, 6 баллов или даже 5 баллов, как бы какого-то вот, знаете, чувства, что бьёкнуло, у меня нет. Поэтому с ним я буду прощаться, с Айрен, цветок пиона, буду прощаться, потому что это такой мармеладный, абсолютно попсовый пион. Кстати, это был аромат моего сегодняшнего дня, у нас погода просто как весна, очень солнечно, хоть воздух чуть прохладный, но в целом ощущение, как будто вот-вот и лето настанет. Ну, в принципе, здесь очень многое, всё то, что было в прошлом видео, там мои вот эти инсоленсы, что тут, вот эта звёздочка, украденный поцелуй, ну, в принципе, особо ничего здесь не изменилось. То есть, это у меня идиль в туалетной воде, пару шинелек стоят, также любимая Прада Миндаль, здесь и Заровские ароматы, которые в содружестве с Джо Малон вышли. Да, из того, что я попрощаюсь, да, вот у меня стоит на продаже с такой флакони цветочной бомбы, это у меня аромат Дью, который вышел в прошлом году. Он такой просто хороший, универсальный аромат на каждый день, да, вот для тех, кто работает в офисе идеально. Обновила вот Pink Marina, хотя тоже настроение у него абсолютное, такая весна, тёплое лето, но, опять же, повторюсь, к нам пришло тепло, и именно такая погода, и, наверное, поэтому и захотелось тоже такого аромата. Одна моя зрительница просила оформить заказ на духе РФ с моей скидкой. Я ей брала флакон, просто смотрю, классная цена, и решила себе тоже взять обновить этот аромат. Очень классный вот этот вот Монбланк, потрясающий аромат. Я что-то посмотрела, я себе там оставила слишком мало, наверное, его тоже уже ближе к весне обновлю, и оставлю себе побольше. Что ещё я не буду обновлять, когда закончится, это, скорее всего, вот эта вот зелёненькая платьица, тоже оставлю себе от Левант. Коко, мадмуазель в туалетной воде, тоже мне хватит от Леванта. Ну и всё, да, переходим на следующую полочку. Следующая полочка тоже одна из моих любимых, это вот такие чёрные, тёмные флаконы. И сразу, что я не оставляю себе, это Прада лимитированная, Прада Абсолю называется. Там есть вот эта нота талантского бальзама, кстати, но здесь очень сильные такие цветочно-взрослые звучания, такой, знаете, солидный взрослый букет. Как бы не по возрасту я его ощущаю для себя. Итак, мои любимые Джуди Лейбор, Найт, Изумруд Топаз, на ступенечку ниже ставлю Сапфир и Рубин. Хотя Рубин, кстати, у меня закончился, но он тоже мною очень горячо любимый. Конечно, при вспышке я снимаю, потому что в гардеробе мы находимся, здесь плохой свет, такой тускленький. Поэтому на чёрных флаконах при вспышке будут видны какие-то пальцы, пылинки, уж извиняйте, да, здесь вот любимчики Том Форд у меня стоят. Я вас не потревожу, я Мамото. В принципе, здесь тоже, девочки, особые мальчики, не изменилось ничего. Появился только Гуччи Бай Гуччи, который я очень хотела, вот он у меня появился, а всё остальное вы уже тоже видели в прошлом видео. Да, открытие этого года ещё был Шелемар Суфоль Интенс. Я вот сейчас понимаю, что ещё Суфоль я забыла принести, видимо, я его фотографировала. В общем, Суфоль и Суфоль Интенс. Но Суфоль Интенс самый классный. Из того, с чем я готова попрощаться, это как раз-таки Си Интенс. Скорее всего, я его ещё вот зиму ношу пару раз и всё, и помашу им ручкой, потому что, ну, как-то тоже сильно прям я к нему не привязалась. Я говорила, мне не нравится его база, она такая достаточно банальненькая. Всё остальное я очень люблю. Он там запрятан на ночь в Зальцбурге, там оставила себе буквально 5 миликов, надо бы тоже как-то обновить. Здесь очень горячо любимый аромат пылающая роза у Каролины Эрери Патюковой. Это кошмировая мечта. Ну, в принципе, да, повторюсь, вы всё видели. Вот только красная ещё туфелька тут затесалась среди этого чёрного царства. Ну и, да, всё, всё остальное надо, люблю, хочу, пусть обязательно будет. Да, вот я пытаюсь ещё что-то найти, что может покинуть мой шкаф, и не нахожу. Всё остальное очень нравится. Здесь полочка очень низкая, поэтому неудобно снимать. Буду рядочками выставлять. В принципе, на этой полочке ничего особенного не изменилось. Вот добавился мне в этом году Гучи Флора, который я очень хотела. Аромат из прошлого у меня. Мадмуазель Ричи от Нина Ричи. Здесь снятый аромат, моя любимая, смородинка, Pink Prestige. Также хорошая смородина вот здесь у нас с Ванком. Поэма, любимый Лондон и Дольче Каббана, Заван, версия Туалетная вода. Прада Кэнди Кейс снятый с Валентина Дона Аква, Мандорла Сицилия, Нина Ричи. Вот этот тоже появился в этом году. Сны, да, по-моему, переводится, а не Гюталь. Дальше Инсепшн Маори, это Чувствая зима у меня, и пудрочка, любимая Валентина. Любимые Омни, Кристаллин, Коралл, Хармани Мания, также снятая Валентина Мира, Салюта и Мистериоза. Три шайбочки еще в Булкаре. Индиан Гарнет, Пинк Сапфир и Парайба. Также Гучераш у меня здесь стоит. Старичок в коробочке. Липстик Фивор, Бёрбрис Бит, Синема. Вроде бы, да, с этой полочкой тоже разобрались. И на этой полочке я буду прощаться только с Джульеттой, потому что в очередной раз я поняла, что абсолютно не мой бренд. Остальное все очень-очень люблю. Ношу с огромным удовольствием. Ну и самая верхняя полочка, это полочка мужа. Те ароматы, которые он носит. Чаще всего, конечно, здесь есть ароматы, которые я ношу с огромным удовольствием. Например, Куча Гелти Абсолют Мужской, Чернильница, Салария Любимая. Ну вот, то, что вы сейчас видите рядом с этими ароматами. Например, Женский Абсолют нравится мужу, и он уже его носит, а я не ношу. Потом вот это вот Бакара, очень классный аромат мужской. С Бакарой, всем известно, не имеет ничего общего. Любимый аромат мужа вообще вот этот же Абсолют, нет, не Сноп, а Севера. Просто отсюда как-то плохо видно. Севера это Кока-Кола, цитрусы, сладкий табак. Я о нем уже рассказывала тоже много раз. Он его просто обожает, там осталась буквально одна капля, и муж уже просит мне заказать новый флакончик зиме. Думаю, закажу. Черный Мишка тоже ему очень нравится. Прошлый, да, прошлый сезон его носил он очень хорошо. Йоджи Мамото мужской у меня здесь есть. Повседневные ароматы. Это вот многолетний фаворит Живанши. А на холод тоже многолетний фаворит и в Сен-Лоран вот этот вот. Жеребец или как он там называется. Мабусин тоже носит. Лакос тоже такой универсальный аромат на каждый день. Не особо стойкий, но интересный в шлейфе. Зара, вот эта знаменитая яркая кожа. Сара Джессика Паркер Стейш, очень красив, в мороз. И я и муж тоже его носим с удовольствием. И вот эта Зара тоже прикольная, именно с коричневым покрытием, потому что есть такая металлическая, но вот эта вот более теплая, такая кашемировая, такая со сладковато-пудровым шлейфом. Ну и на этом видео можно завершить. Вот так выглядит мой парфюмерный шкаф на период конец 2021 года. Встретимся через год. Спасибо всем огромное за внимание. Увидимся с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok